Из-за Атмиралиев не выходит на работу без маски. Больше недели молодой человек пробыл на больничном. Его мучила высокая температура и сильный кашель, от которого, говорит парень, буквально болела грудная клетка. Теперь мужчина всеми силами пытается оградить себя от повторной простуды. Сейчас все болеют. У некоторых нет возможности уйти на больничный, особенно перед Новым годом. Поэтому я хожу в маске, чаще мою руки и изолируюсь от тех, у кого симптомы простуды. И повышаю иммунитет. Больше не хочу так сильно болеть. По словам вирусологов, сейчас в Казахстане так называемая трепедемия, когда люди болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ. При этом в мире распространяется новый штамм коронавируса – JN1. По словам доктора медицинских наук Алмаза Шармана, как и все последние штаммы, этот отличается своей высокой заразностью. Он имеет возможность преодолевать иммунную защиту, но потерял свою агрессивность и не перетекает в сложную форму. Кроме того, казахстанцы выработали определенный иммунитет. Я очень-то таких вот больших беспокойств по поводу вот этих вот новых вариантов особо не высказывал бы. И тем более, в общем-то, наша иммунная система, она защищает. Сам вирус меняется. Мы уже поменялись, допустим, 4 года назад у нас вообще не было никакой иммунной защиты. То есть сейчас она есть. Она возникла благодаря тому, что многие переболели, благодаря тому, что многие провакцинировались. То есть есть определенная иммунологическая подушка, которая позволяет нам защититься от этой инфекции. Тем не менее, новый штамм вируса опасен для тех, у кого слабая иммунная система – пациентов с хроническими заболеваниями и для пожилых людей. Им, по рекомендации вирусологов, следует избегать мест большого скопления людей. По словам специалистов, коронавирус сейчас почти не отличается от гриппа и ОРВИ. У этих заболеваний схожие симптомы – боль в горле, першение, насморк, головные боли и температура. Острореспираторные заболевания – это масса вирусов, которые могут часто встречаться в популяции человека. Само заражение происходит очень быстро. Как правило, эти заболевания у нас возникают в организованных коллективах. Источник, как правило, это больной человек. И мы рекомендуем выпить сезон, который мы обычно определяем с осени и всю зиму, не посещать массовые места скопления людей. Именно поэтому казахстанцам рекомендуют беречься, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми. А в случае появления первых симптомов вирусного заболевания – оставаться дома, соблюдать постельный режим и пить больше теплой воды. И обязательно обратиться к врачам и лечиться строго по их назначению.